Аквавита Здравствуйте, наши дорогие телезрители, любители путешествий и приключений в эфире. Снова большое автомобильное путешествие. Продолжается наша увлекательная поездка по маршруту Москва-Коломна. Напомню, как развивались события в прошлых передачах, посвященных этому маршруту. Как вы, наверное, помните, наши замечательные путешественники Владимир, Светлана и Кристина Новиковы, устроившись поудобнее в хорошей машине, стартовали с Васильевского спуска и направились за пределы Москвы по Рязанскому шоссе. Миновав город Воскресенск знаменитой своей титулованной хоккейной командой, мы осмотрели достопримечательности одного областного учебно-оздоровительного центра, где проводятся всевозможные учебные семинары, отдыхают, развлекаются, а потом здесь же поправляют свое здоровье заезжие путешественники. Чего только нет в Подмосковье. Гостиницы и рестораны, красивые аллеи, конные прогулки на добрых, спокойных лошадях по живописным окрестностям. Словом, все, чего душа пожелает. Вдоволь поездив верхом, мы направились в общественно-культурный центр здешних мест. Ну, то есть в ресторан. В местной пекарне наши герои снискали себе хлеб насущный. Что, проголодались? Драгоценнейшие мои. Ну, конечно, сплошной свежий воздух кругом. Потом мы осмотрели местные оздоровительные возможности. Кристине, например, очень понравилось специальное кресло для механического массажа. Видите, как она счастлива. Аж дух захватил. А вот Владимир предпочел турник. Естественно, ты на нем повисаешь, а он тебя сам подтягивает. Чудо техники. Потом мы сразились в русский бильярд в местном баре и вообще посидели, отдохнули. Ну вот, посидели и хватит на воздух. На воздух, дорогие мои. Вперед на поиски приключений. Пока наши герои энергично играли в снежки, я решил испробовать экстремальных канабеевских развлечений. Подледный лов, знаете ли, хорош тем, что никогда не знаешь, что именно окажется у тебя на мормышке. Говорят, зимой рыбка ловится скорее маленькая, чем большая, да и хвосты сильно ко льду примерзают. Но, знаете, ни того, ни другого не случилось. А поймал практически акулу. Вот такие чудеса происходят в Новом году. Уставший на довольность своим уловом, я отыскал Новиковых, и мы отправились дальше по маршруту. Не успели мы получить удовольствие от дороги, как уже подъезжали к Коломне, старинному русскому городу, который когда-то называли щитом Москвы. Первым делом заехали мы к музею боевой славы, расположенному в здании храма святых апостолов Петра и Павла. Храм этот построен в 18 веке по проекту архитектора Матвея Казакова. Проехав по живописным старинным улицам, мы попали в Коломенскую школу ремесел, где нас встретили как дорогие гостей по русскому обычаю с хлебом с солью и показали массу интересных вещей, старинных и современных, сделанных руками учеников этой замечательной школы. Кстати, и взрослые дети с удовольствием учатся вышивать и даже делать такие вот портреты из ниток. И, естественно, визит наш закончился потрясающим чаепитием. Очень нам понравилось в школе ремесел. Мы продолжали наше путешествие по Коломне. Владимир уверенно вел машину и скоро мы добрались до Коломенского Кремля. Для такого сравнительно небольшого города в Коломне оказалось довольно много церквей и целых четыре православных монастыря. Сначала мы побывали в Свято-Труицком Новоголутвенном женском монастыре, где послушали потрясающий хор, познакомились с настоятельницей Матушкой Ксении, узнали, что в монастыре есть сестры из Польши, Голландии, Венгрии. А еще Матушка Ксения показала нам коллекцию к джели удивительной красоты. Эти изящные изделия, которыми восхищается весь мир, сестры монастыря делают своими руками. Здесь мы увидели настоящие произведения искусства. В монастыре есть специальная мастерская, где делают эту красоту. Сестры специально обучались этому непростому искусству. Еще в монастыре есть питомник, где выращивают сторожевых собак, причем занимаются этим профессиональные кинологи. Напомню, что наши игроки заработали на данный момент 45 очков. Большое автомобильное путешествие хорошо тем, что оно действительно большое и очень увлекательное. Иногда Светлана отвлекалась от своих обязанностей штурмана, чтобы запечатлеть происходящее. Владимир на нее не обижался. Создавалось впечатление, что в Коломне он чувствует себя просто как дом. Очередную остановку мы сделали около Кремля. Коломенский Кремль построен в 30-х годах 16 века. Высота его стен достигала 20 метров, а толщина 3-4. Это и понятно. В старину на Руси слово «Кремль» и слово «крепость» были почти синонимы. Среди кремлевских башен особой красотой отличается угловая, высотой в 31 метр. Когда-то она называлась Коломенской, но в 17 веке башню эту переименовали в Маринкину. Почему? Кстати, с этим связан наш очередной вопрос. По легенде, название этой башни связано со смутными временами российской истории. Почему эта башня так называется? Что-то было... Была какая-то башня, куда заточили... Марина... Что-то фамилия типа Мцишик или что-то вот наподобие. Или Мнишик. Согласно легенде, Марина Мнишик, жену Лжедмитрия I, а потом и Лжедмитрия II, заточили в этой самой башне. Народная молва утверждает, что гордая польская красавица здесь же умерла от коски по воле. Правда, достоверных фактов, которые бы это подтверждали, пока не существует. Определенно можно говорить только о том, что коломенцы серьезно пострадали во время польско-литовской интервенции в начале 17 века. И даже башню стали называть не Мариной, а Маринкиной с соответствующим отношением. В 1552 году Иоанн Грозный собрал в Коломне войско, устроил смотр, а потом пошел на Казань. В честь взятия этого города, в Брусинском монастыре, в котором мы находимся, был построен храм Успения Богородицы. Событие этого похода на Казань описано в героической поэме 18 века. Называется она «Россияда». Назовите фамилию автора этой поэмы. Даю варианты. Хирасков, Придьяковский или Сумароков. Сумароков, наверное. Ну, к сожалению, вы не правы, потому как эту поэму, поэму «Россияда» написал Михаил Матвеевич Хирасков. Несмотря на слякотную, совсем не зимнюю погоду, настроение у наших путешественников было. Светлана даже порулила, и хотя говорят, что женщины слабый пол, мы этого не почувствовали. Светлана оказалась не только нехорошим штурманом, но и неплохим драйвером. Следующий вопрос мы решили задать нашим игрокам на территории Староголутвина мужского монастыря, известного с 1374 года. У его истоков стоял преподобный Сергий Радонежский. Сейчас здесь духовные семинарии, где обучаются около 80 человек. Мы находимся в Староголутвинском монастыре, но у меня есть очередной вопрос для вас. Предположительно, в 1385 году этот человек пришел пешком в Коломну для того, чтобы помирить двух враждующих князей – Дмитрия Донского и Олега Рязанского. Примирение состоялось. В честь этого события был и заложен Староголутвинский монастырь. Назовите имя человека, примирившего князей. Если этот вариант подходит, святитель Филарет. Нет, мне кажется, что это... Ну, я вижу, вы немного затрудняетесь, я дам подсказку. Этот выдающийся человек благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Тогда это Сергий Радонежский только может быть. Абсолютно право. Правда, не без подсказки, но вы получаете пять очков. Дальше наш путь лежал к знаменитому коломенскому заводу «Струвы», строительство которого было вызвано бурным развитием в Российской империи железнодорожного транспорта после крестьянской реформы 1861 года. На завод нам попасть не удалось, выходные все-таки. Но не потрогать настоящий реликтовый паровоз мы просто не могли. Этот замечательный паровоз давно уже никуда не летит, и в Коломне у него конечная остановка. Но это для паровоза, а нам еще предстояла обратная дорога в Москву. Ночная столица встретила нас яркими огнями, которые красиво отражались в весенних лужах. Я не оговорился. Если в Подмосковье снег лежал хотя бы клочьями, в Москве его не было совсем. Что поделаешь, климат меняется. Впрочем, может быть, это не так уж плохо, и скоро нам не понадобятся зимние одежды. Ну, я рад приветствовать вас в том месте, откуда мы стартовали. Расскажите мне о ваших впечатлениях о путешествиях. Хорошо, но мало. Мало чего? И путешествий мало, и эмоции, эмоции перехлестывают. Удовольствия масса. Эмоции есть? Эмоции есть. Удовольствия есть. Удовольствия есть. Сил? Нет. Еще немножко осталось. Большое спасибо. Я рад, очень рад, что мы вместе провели эти прекрасные дни. И надеюсь, что вы сможете поучаствовать в финальном розыгрыше нашего самого большого автомобильного путешествия. До новых встреч. А теперь наши традиционные викторины. В течение пяти минут после эфира программы вам предстоит ответить на этот вопрос. В качестве небольшой подсказки скажу, что монахов этих было двое. Первый из вас, кто правильно ответит на вопрос, получит приз «Аккумулятор Мутлу». Звоните нам и выигрывайте. Это нетрудно для тех, кто постоянно смотрит большое автомобильное путешествие. Всего доброго, друзья. От всей души поздравляем Эдуарда Боровкова, победителя прошлой викторины. С «Аккумуляторами Мутлу» энергии хватит на самое большое путешествие. «Аккумуляторами Мутлу»